Псалом двенадцатый, начальнику хора, Псалом Давида, страница 145. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо Твое от меня?» Стих второй. Немалое благое в том, чтобы чувствовать забвение от Бога. Под забвением же, разумеи, не состояние страстное, но оставление. Многие, подвергшие забвению от Бога, даже не сознают этого и не скорбят. А блаженный Давид не только сознавал это, но исчислял и время забвения, потому что выражением «доколе» означает продолжительность времени. Потому он и скорбит, и плачет. Смотри, как он никогда не скорбит ни о чем житейском, ни о богатстве, ни о славе, но всегда о благоволении Божьем. Почему же, скажешь, он знал, что Бог забыл его? Потому что он знал и то, когда Бог помнил о нем, и ясно понимал, в чем состоит это забвение и в чем это памятование. Не так, как многие из людей, которые, когда богатеют, когда прославляются людьми, когда все у них идет успешно, когда одерживают победы над врагами, тогда и думают, что Бог помнит о них. Потому они не знают, когда он забывает их. Не зная знамений памятования его, они не знают и знамений забвения его. Не разумея знаков любви его, не разумеют и знаков неблаговоления его. У многих из людей, имеющих земные блага, Бог забывает, и даже особенно их. Напротив, они имеющих часто памятует. Памятование о нас, Божие, происходит не от чего иного, как от добрых дел, внимательности, бодрствования, упражнений в добродетели, равные забвения не от чего иного, как от грехов, корыстолюбия, хищения. Поэтому и ты, возлюбленный, когда находишься в несчастье, не говори, Бог забыл меня. Напротив, когда ты находишься во грехах и когда все идет у тебя успешно, если ты будешь сознавать это, то скоро отстанешь от порочных дел. Да коли, Господи, будешь скрывать лицо твое от меня, это высшая степень забвения. Под обеими человеческими пророк изображает действия Божии и гнев его, и наказание. А Бог отвращает лицо твое тогда, когда мы поступаем недостойно заповедить его. Но, когда прострете, говорит он, руки ваши отвращу очи мои от вас, потом приводит и причину, ибо руки ваши полны крови. Исайя 1, 15. Впрочем, это оставление от прощения лица есть также действие великого попечения Божия о нас. Он делает это для того, чтобы сильнее привлечь нас к себе. Так и человек, зараженный страстной любовью, видя невнимание к себе любимого предмета, оставляет его и удаляется. Не потому, чтобы изгладить его из души своей, но желая обратить и привязать его к себе. Сказав об отвращении лица и забвении, пророк говорит и о том, что с ним произошло от этого. Что же именно? То, о чем он говорит далее. Да, коли положу совет в душе моей, как вышедший из пристани блуждает везде, и как лишившийся света часто спотыкается, так и подвергшийся задвение от Бога постоянно предается заботам, беспокойствам и скорбям. Впрочем, эти самые заботы, беспокойства, сокрушения, скорбь, собеседования об отвращении Божьем, немало способствуют к тому, чтобы он опять обратился к нам. Так и Павел говорит о себе в послании к Коринфянам. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Второе Коринфянам 2.2. Немалые возлюбленные польза от того, чтобы чувствовать от прощения Божия, скорбеть и сетовать, потому что таким образом мы скоро опять обратим его к себе. Да коли мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь, да коли врагу моему возноситься надо мною, призри, услышь меня, Господи Божий мой, процвети очи мои, да не усну я сном смертным. Стих 4, Солом 12. Как тогда, когда Бог покровительствует нам и находится с нами, исчезает всякая скорбь, так тогда, когда Он отступает от нас и забывает нас, душа наша терзается, сердце скорбит, люди огорчают нас, и везде для нас утесы и стремнины. Но все это попускается с полезной целью, чтобы люди беспечные, страдая от этого, тщательнее старались возвратиться туда, откуда не спали. «Накажет тебя, говорит Пророк, отступление твое, и злоба твоя обличить тебя» Иеремии 2.19. Таким образом и оставление Божие есть вид промышления Его. Когда Он, промышляя и имея нас в попечении, не видит надлежащего к себе внимания, тогда на несколько времени отступает и удаляется, чтобы нерадивые, оставив нерадение, сделались ревностнейшими. «Презри, говорит Пророк, посмотри на врага, возносящегося надо мною, и если не по моему уничижению, то по его надменности и гордости услышь меня». «Чего просишь ты? Победы над врагами?» «Нет, — говорит, — но того, чтобы просветились очи сердца моего, чтобы рассеялся мрак, объявший мыслительную часть души моей, помрачивший мое мысленное око. Вот чего я прошу». «Да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь». Стих 5, Солом 12. «Я преодолел его, и чего желал того достиг, что значит укрепился на него, хотя он не силен вообще, но силен стал против меня, даже поражение придает ему силу, показывает его сильным, крепким и непобедимым. Видишь, когда мы грешим, не только самих себя срамим, губим, подвергаем смерти, но и своих врагов, которые поражают нас, являем сильными и могущественными, а кроме того еще доставляем им радость и веселье. О, какое безумие! Какая слепота! Врагам своим содействовать против себя самих, оскорбляющим и огорчающим душу нашу, доставлять радость и веселье! Смотри, сколько безрассуд! Вместо того, чтобы побеждать врага, ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил навеки! Салом 9.7.6 Вместо того, чтобы одерживать победы, мы сами терпим поражение, и не только это, но и являем его сильным и могущественным, и даже на этом не останавливается наше безумие, наша крайняя болезнь, но еще доставляет ему радость и веселье. Подлинно грех есть крайнее сумасбродство и крайнее зло. Я же уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Стих 6.12. Три причины приводит пророк, умоляя Господа, чтобы он презрел на него, обратил к нему лицо свое и услышал молитву его, могущество и силу врагов, еще прежде этого их высокомерие и надменность, и в-третьих, их радость и веселье. Он как бы так говорит, если не по моему прошению и не по моему уничижению обради ко мне лицо Твое, Господи, то по надменности врагов. Они надмиваются своей силою, радуются моим бедствием, смеются над моим падением. Услышь меня, процвети, очи мои, отгони глубокий сон от меня при грехах моих, усну, которым я скоро подвергся бы душевной смерти. Если тогда, как я только лишь поколеблюсь в твердыне Твоей, они радуются, восхищаются, считают это своей силою, превозносятся и делаются невыносимыми, то чего не сделают они, когда я буду доведен до смерти. Видишь, как пророк почитает величайшим вредом, не меньшим, чем наказание и мучение, то, чтобы радовался общий враг, чтобы он казался сильным и считался высоким. Если бы он не почитал этого зла величайшим и невыносимым, то не представлял бы его для умилостивления Бога и для получения его благоволения. Так будем поступать и мы. Будем смотреть и стараться, чтобы нам не возвысить врага, не сделать его сильным, не доставить ему веселья, а напротив, чтобы он оказался низким, ничтожным, слабым, прискорбным и безотрадным. А все это исполнится тогда, когда он видит грешников, совершающими дела добрые. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня. За какие добрые дела свои ты просишь себе такой милости, чтобы он опять презрел на тебя, услышал молитву твою, просветил мысленные очи твои, за что тебе это? Пусть другие, говорит, представляют, если могут представить что-нибудь, а я одно знаю, одно говорю, в одном полагаю всю свою надежду, на милость твою уповаю. Видишь ли, смиренно мудре пророка, видишь ли признательность этого мужа, хотя он имел множество достоинств, и ими мог бы преклонить Бога, но он не говорит ни об одном из них, а прибегает, единственно, к милости Божией. Отсюда видно, что и тогда, когда он говорит о них, например, в словах и тому подобных, Солом 7, 4, 5, говорит по совершенной необходимости сказать это, а когда ее нет, тогда он и не говорит ничего подобного, но вместо всякого основания, просьбы указывает на милость и человеколюбие Божие. Затем, будучи уверен, что он не обманется в своей надежде, продолжает, возрадуется сердце мое о спасении твоем. Видишь ли душу исполненную надежды, он просил, и прежде чем получил, уже благодарит, как получивший, поет Богу и совершает все предварительно. Откуда же в нем такая твердая надежда? От глубокой признательности, от великого усердия в молитве, он знал, что Бог внемлет просящему таким образом, от сильной горячности и живого чувства сердечного. Так те, которые просят лениво и небрежно, и получив просимое, едва чувствуют важность дара. Так те, которые возносят молитву с напряженным усердием и ревностью, еще прежде получения, от сильного и искреннего своего расположения, чувствуют важность дара, как получившие, потому что божественная благодать наперед исполняет их радостью, благодарят за это и бывают недалеки от самого получения. Возрадуется сердце мое о спасении твоем. Мою душу, говорит, радует то, чтобы получить спасение от тебя. Мою душу веселит то, что ты ее спасение. Страница 149. Видишь ли радость с одной стороны и радость с другой стороны? Радость врагов о падении ближнего и радость души о собственном спасении. Первое свойственно нечестивому, а последнее спасаемым. Первое служит к погибели, как того, кто кажется радующимся, так и того, о чем он радуется, а последнее – ко спасению и оживлению радующегося. Этой последней радостью и весельем будем и мы радоваться и веселиться, а первой будем избегать и отвращаться. «Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня, и пою имени Господа Всевышнего». В память этого благодеяния я вознесу, говорит, песнь Господу, который облагодетельствовал меня, смирил врага, постоил его, обнаружил слабость его, услышал молитву мою, обратил ко мне лицо свое, рассеяв туман и тьму, среди которых я стремился к смерти. «Радуясь спасению, я как бы поставляю несокрушимый памятник, когда возношу эту песнь об оказанных мне благодеяниях. Не теперь только воспеваю ее и содержу в памяти благодеяния, но и в последующее время буду воспевать и прославлять имя Господа, неизгладимо нося в душе своей великие его благодеяния». Такая душа, подвергшись бедствиям, не только легко избавляется от них, но и делается более осмотрительную, чтобы опять не подвергнуться подобным бедствиям. В самом деле, если она всегда содержит в памяти благодеяния, то очевидно, что помнить обеи бедствия, от которых избавилась, получив благодеяние, помня бедствия, она внимательно размышляет и о том, от чего они случились с нею, и по какой причине она подверглась такому злу. Размышляя об этом, она со всех сторон ограждает себя, чтобы опять не впасть в подобное несчастье, и таким образом, благоустрояя и направляя свою жизнь, она воздает великую благодарность своему Избавителю, нашедшей в нем Избавителя. Она желает и в будущем иметь его всегда своим Хранителем. Будем и мы подражать такой душе, и если впадем в какой-нибудь грех, тотчас восстанем и сделаем для себя падение поводом к большей безопасности и побуждением к тому, чтобы после не грешить. Как же тебе сделать это? У тебя есть учитель, Давид. Ты согрешил? Не засыпай во грехе, но восстань, тотчас представь, что Бог отвратил от тебя лицо свое, что Он забыл тебя. Потом плачь, воздыхай, омывай каждую ночь ложе, твое слезами, уходи от делающих беззакония. Таковы наставления Давида. Скажи вместе с ним, доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо твое от меня. Скажи не языком, но прежде того сердцем. Произноси и другие моления Давида. Когда выскажешь все, то надейся на милость Божию. Надейся и не сомневайся, потому что сомневающийся, говорит апостол, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Иакова 1,6,8 Поэтому надейся на милость его, нисколько не сомневаясь, и ты непременно получишь просимое, а получив, не будь неблагодарным и непризнательным к благодетелю, но устрой памятник благодеяния его, вознеси благодарственную песнь Господу. Если ты не можешь устроить этого сам, то пригласи бедных, воспользуйся их устами и употреби их вместо себя, будь уверен, что для Господа приятней Давидовой песни будет та, которую они воспоют за тебя. Как многострунное музыкальное орудие производит более приятные звуки, нежели однострунные, так и песнь многих бедных будет приятна и любезна Богу, который внемлет глаз у бедных. Поставь такой памятник и себе, и Богу. Ему в память благодеяния, а себе в знак благодарности и признательности, в знак постоянного памятования, который содержатся и да в сердце своем, благоустрояй таким образом жизнь свою, или лучше будем благоустроять ее, чтобы сделаться достойными, наследовать и тамошнее благо во Христе Иисусе Господе нашим, которому слава и держава в последствии веков.